Добрый вечер, очаровательные! Здравствуйте! Я пластический хирург, поэтому многих здесь знаю. Знаете, это говорят, что время хороший доктор, но плохой косметолог. Мы возвращаем время. Здравствуйте! Недавно, знаете, ко мне пришла одна пациентка, ну, назовем ее условно «Б». По-другому просто язык не поворачивается. Ну, мы же врачи, мы должны соблюдать врачи. Я могла бы полностью назвать, ну, понимаете, просто «Б». Она меня замучила своими вопросами. «Доктор, скажите, можно подтяжку на лице сделать спереди и слева?» Я говорю, солнце мое, можно спереди и слева, тогда рот будет сзади и справа. «А на доктор, скажите, а можно щеки оставить старые?» Я говорю, солнце мое, можно щеки оставить старые, но нужно наклеить обои. И обоев надо много, потому что солнце мое у тебя, как бы это сказать, синдром. А хомячка, щеки обвисли, ажи до подмышек. Мы ей сделали, потянули, натянули очарование. А она вышла в коридор, и у нее узнал собственный муж, стал к ней клеиться. Сказал, я из-за тебя оставлю жену и ребенка. Слушайте, она с ним поговорила. Серьезно. И он теперь не курит, не пьет, ни бабам не ходит. Он просто спокойно лежит себе у нас в реанимации. Мы ему лицо восстанавливаем, буквально на пустыне. Недавно, знаете, у нас же зубы теперь можно делать, и зубы можно делать с любым запахом, чтобы... Ну как же, и фиалка, и лаванда, и ленор, доместер. Пожалуйста, любое. Одна пациентка, условно назовем ее П. По-другому язык просто не поворачивается. Она сделала себе зубы с запахом коньяка. Мужчина у нее на губах просто вис. Ну, конечно, бывает осложнение, вы понимаете, они в основном связаны с реакцией организма на наши цены. Недавно пациентка, когда узнала, во что ей обошли зубы, у нее тут же исчезли брови. Они попозли на лоб, потом на затылок, потом за лопатки, и тут где-то бродят сейчас по организму. Она приходила, жаловала, что когда она садится, и очень трудно хмурить брови, понимаете? Очень непростая ситуация. Ой, я на вас смотрю, я просто потрясаю. Глаза потрясающие. Глаза у вас очаровательные. Как вас зовут, простите? Очаревательные. Глаза прелестные. А, ну мы это исправим. Солнце мое. Ты на этих ногах ходишь? Боже мой. Как тебя зовут, солнце? Как тебя зовут, скажи, пожалуйста? Ира, встань. Пожалуйста, встань, походи. Это же не ноги, это достояние страны. Тебя на таких ногах должны носить на руках. Ну, слушайте, недавно к нам одна приходила пациентка, когда она вошла в кабинет. Я таких ног не видела. Это не ноги, а дуги какие-то. Она плахала, страдала. Доктор, у меня никогда не было мужчин. Я говорю, солнце мое, какие мужчины? Они же проскакивают между ногами. Прямо на МСД, понимаете? Мы ей сделали ноги прелесть. Она на них теперь носится со скоростью 2 мужа в год. Девочки, надо собой заняться. Кое-что потянули, кое-что сделали. Что вы, мужчины любят красоту? Знаете, это анекдот старый, может быть, вы его знаете, когда в дом пришел настройщик рояля, стал приставать к жене. Мужа говорит, я же позвала настройщика рояля, а вы пристаете к моей жене. Он говорит, боже мой, я решила, что она тоже расстроена. Так что, девочки, чтобы не были расстроены. Переходите, мы все сделаем. Вы знаете, как говорит, что Бог вначале создал мужчину, а потом женщину. Знаете почему? Потому что вначале создают набросок, а потом шедевр. Так что мы... Мы, как Господь Бог, лепим красоту из материала заказчика. И сдаем тело прямо под ключ. Приходите, приходите к нам, очаровательные красавицы. Зеркало у нас прямо внизу. Зеркало ухода. Хорошо? Хорошо. А после нашей клиники выходит красавица очаровательная. Знаете, когда муж стоит на балконе и кричит, Дуся, я сейчас выброшусь с десятого этажа. Он говорит, дурак, я же тебе рога подарила, а не крылья. Мы даем крылья. Приходите.